Привет всем, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский. Я рад приветствовать всех, кто уже давно подписан на мой канал. И рад приветствовать всех тех, кто подписался достаточно недавно. И если вы обратили внимание, то на нашем канале давно не было выпусков. И это связано со многими причинами, но мы сейчас их обсуждать не будем. Как обычно, в сентябре на многих телевизионных каналах, да и вообще, начинается новый сезон. И так как у нас сейчас сентябрь, на нашем канале тоже начинается новый сезон. Наш канал посвящен техникам саморазвития, нейролингвистического программирования, гипноза. В общем, любым инструментам, которые помогают нам становиться лучше. И теперь я буду выходить периодически к вам в таком амплуа, не в парадном виде. И эту рубрику мы назовем «Прогулки с Юрием Пузыревским». Она не будет сильно чем-то отличаться от всех наших видео, которые вы могли смотреть на моем канале раньше. Единственное, чем они будут отличаться, они будут отличаться тем, что на заднем фоне у меня будет природа. А может быть и не обязательно природа, может быть это будут и городские прогулки. Но факт в том, что когда ты находишься в движении, когда ты ходишь, мысли формулируются по-другому. И это будет такой разговорный формат, где мы с вами будем поднимать разные темы и разные вопросы. Ну а начать наш формат я бы хотел... Знаете, мои хорошие, с какой темы? Темы, на мой взгляд, очень важной. И эта тема заключается в том, что наши прошлые результаты иногда нам мешают двигаться дальше и мешают развиваться и получать новые результаты в реальном времени. Сейчас поясню, о чем здесь речь. Я очень часто на консультациях встречаюсь с вот какой задачей. Обычно мои консультации проходят с предпринимателями, но это не всегда. Не обязательно я работаю только с предпринимателями. Но смысл какой? Приходит, допустим, женщина на консультацию и говорит, у меня в моей жизни случился какой-то завал, непонятно что, надо что-то с этим делать. И когда начинаешь разбираться с этим вопросом, что значит завал, что значит непонятно что делать и с чем нужно разбираться, ситуация вырисовывается следующая, что у человека в прошлом опыте есть хорошие результаты. Допустим, у человека был бизнес много-много лет и когда-то лет 7-10 назад он приносил хорошую прибыль. Но сейчас человек продолжает делать тот же самый бизнес теми же самыми способами, которыми он делал этот бизнес раньше, а результатов нет и результаты такое ощущение, что они даже становятся хуже. И в чем здесь проблема? А здесь как раз таки проблема в том, что человек становится заложником своих предыдущих результатов. Как это работает? А работает это так, что если раньше в этом же бизнесе у меня были превосходные результаты, которые мне нравились, которые меня устраивали, а теперь в текущем положении вещей у меня результаты низкие, то я как будто бы опираясь на свой предыдущий опыт, блокирую себе возможность в текущей обстановке, в текущем положении вещей как бы учиться. В чем здесь соль? Соль заключается в том, что если раньше мы занимались какой-то деятельностью и у нас там все получалось, это было раньше. Вот как в случае с моим клиентом, это было лет 7-10 назад и тогда условия рынка были другие, условия привлечения клиентов были другие, все было по-другому. А сейчас приходят конкуренты, которые начинают использовать другие методы, более совершенные методы продвижения и так дальше. И соответственно они начинают отбирать рынок и соответственно падает доход. И когда человек находится в заключении тех результатов, которые у него были раньше, ему очень тяжело сдвинуться в дальнейшем направлении. Что здесь нужно делать? А здесь нужно делать как раз таки то, что я называю встать на позицию ученика. Очень часто наши предыдущие результаты, они нам как бы возвышают наше эго. Да, в каких-то случаях, когда мы используем техники НЛП, я об этом позже расскажу, они нам помогают... Прикольно, лист прилепился, а вы мне так и не сказали, что на мне лист висит. В каких-то случаях наши предыдущие результаты нам помогают создать нужное необходимое состояние. Но во многих случаях они нам только мешают, потому что опираясь на прошлые результаты, в сегодняшней действительности может быть очень сложно, а порой даже невозможно достичь каких-то результатов. Расскажу еще один пример. Это тоже была женщина, у которой был очень интересный момент. Она занималась одной деятельностью, она была связана с юридическими услугами, но в какой-то момент она решила переквалифицироваться и заняться совершенно другой деятельностью. И получилось так, что эта женщина оказалась буквально на грани банкротства. Почему? Потому что те результаты, которые она имела, занимаясь юридической деятельностью, они были очень хорошие. Это был и хороший заработок, и признание, и узнаваемость, ну и так дальше. А когда она стала заниматься новой деятельностью, ее новая деятельность была связана со сферой образования. Она что-то там, по-моему, она открывала то ли частные детские садики, то ли школы. Суть не в этом. А суть в том, что когда она занялась новой деятельностью, у нее не стало получаться хороших результатов. И те результаты, в том числе финансовые, которые у нее были ранее в юридической ее деятельности, они ей мешали достигать результатов в теперешней деятельности. Каким образом? А вот таким, что когда она зарабатывала там, ну давайте условно там, 10 тысяч долларов, для нее это было окей в ее юридической деятельности. И когда она уже в течение года занимается своими частными детскими садами, и у нее не получается там даже тысячи заработать, она практически там сводит концы с концами. Вот эта память о прошлых результатах, о прошлых результатах, она подрывает веру в себя. Потому что человек начинает думать. Если же я там что-то умел или имел, то есть имел возможность получать большие результаты, и человек помнит об этом, а здесь таких результатов не происходит сейчас, он начинает себя уничтожать, начинает думать о себе, что я ни на что не способен, ну и так далее и тому подобное. Опять же, как можно найти выход из этой ситуации? А выход из этой ситуации находится следующим способом. Нужно встать на позицию ученика. Я буду много раз в этом видео, в этом выпуске повторять об этом. Что значит встать на позицию ученика? А это значит то, что нужно просто забыть о своих прошлых результатах. Забыть и сказать себе самому или самой себе, сказать, что вот сейчас я нахожусь в такой точке, в такой ситуации, в таком состоянии. И из этого состояния мне нужно научиться выбираться, мне нужно научиться выходить, мне нужно научиться из такого состояния, из такой точки получать большие результаты. Потому что, если мы будем держать в фокусе свои предыдущие результаты, которые были лучше, чем сейчас, то мы не будем ничего делать. Или будем заниматься самоуничтожением. Простой пример, который может быть наглядным для многих, это наше состояние здоровья и наше общее физическое состояние. Смотрите, мои хорошие, когда нам, ну давайте я буду за себя говорить, когда мне было 20 или 22 года, или даже там возраст 20-25, я мог трудиться сутками, причем трудиться физически. Я мог спать по 3-4 часа в сутки, чувствовать себя при этом хорошо и даже прекрасно. И, соответственно, была высокая продуктивность. Причем это была физическая работа. Но сейчас, в мои 38 лет, я, когда начинаю заниматься, допустим, спортом, или когда у меня тяжелые нагрузки, связанные там с какими-то перелетами, переездами, ну и так дальше, я начинаю понимать, что мой организм уже не тот. Мой организм не вывозит этих нагрузок. Но, если я буду помнить о своих результатах там в 25-летнем возрасте, условно говоря, как я мог там двое суток не спать, там ездить за рулем, за границу куда-то я ездил, делать какие-то дела и чувствовать себя при этом хорошо, то в возрасте 38 лет это просто самоубийство. Это просто самоубийство, и мой организм просто не будет выдерживать. Но я могу помнить об этом, и с памятью об этом могу принимать какие-то решения и принимать какие-то действия. Но это ни к чему хорошему не приведет. И опять же, а если я хочу сейчас, в своем возрасте 38 лет, улучшить свое физическое состояние здоровья, улучшить свою выносливость, то мне стоит встать на позицию ученика, признать тот факт, что мне уже не 25 и не 23 года, и что обстоятельства изменились, и какие это обстоятельства изменились, а именно это изменилось в мое тело, в состоянии моего физического здоровья, и что выносливость у людей 25-летнего возраста и у 38-летнего возраста, это разная выносливость. Но если я буду равняться на тот свой предыдущий результат, могу не спать, как я мог не спать двое суток, ну и так дальше, то я себя просто загоню в могилу. А это никому не надо, мои хорошие. И точно так же в других сферах жизни, когда человек начинает заниматься какой-то новой деятельностью. Я вам уже привел в этом видео достаточно примеров о том, что наши прошлые результаты совершенно не являются гарантией того, что наши теперешние результаты будут такими же. Это касается и сферы финансов, и сферы взаимоотношений, и сферы здоровья. И это будет очень наивно сидеть и ждать, что мы можем воспроизвести предыдущий результат. Теперь, я знаю, что во многих техниках НЛП есть такая предпосылка, такое предубеждение, что нужно вспомнить свой прошлый успех и вспомнить это состояние, в котором был достигнут прошлый успех, и, соответственно, благодаря этому воспоминанию перенести состояние в настоящее. Но тут очень важная вещь, мои хорошие, заключается вот в чем, что как раз-таки речь идет о состоянии, не о результате, а о состоянии. Ну, допустим, когда мне было 25 лет, я повторюсь, я мог там много не спать и быть в хорошей физической форме. Окей. Что мне это давало в моей жизни? А мне это давало определенное внутреннее состояние моего духа и давало определенное настроение. И вот если я себя вспомню в 25-летнем возрасте, то свое состояние и то свое настроение, когда я был сверхпродуктивен, и вспомню те установки, которые у меня присутствовали в тот момент, в том числе, и перенесу это в состояние здесь, в настоящее время, то да, это мне поможет придать некий импульс, импульс моему текущему состоянию. И это важно. Но это не значит, что я должен целиком и полностью опираться на свой предыдущий успех в каждой конкретной деятельности. То же самое касается, если мы рассматриваем в контексте уровня дохода. Самая частая история, которая встречается на консультациях, она встречается именно с деньгами. Что там у нас встречается? А встречается у нас вот какая штука. Что если человек, допустим, когда-то зарабатывал какую-то определенную сумму денег, и у него это получалось, то в теперешнем времени... Так, друзья, я сейчас прервусь. Итак, ребят, пришлось немного прерваться. Если бы ехала очень большая машина, вы бы просто все равно не услышали то, что я вам говорю. Итак, вернемся. Вернемся к моему повествованию, связанному с деньгами, и почему память о прошлых результатах может нам существенно мешать. Смотрите, вот есть человек, который зарабатывал, к примеру, хорошую какую-то сумму, к примеру, около 10 тысяч долларов. Вот он зарабатывал эти деньги, его все устраивало, и все было хорошо. Ну, допустим, он занимался какой-то определенной деятельностью. Когда этот человек начинает заниматься другой деятельностью, и ему не удается достичь тех же самых результатов в этой другой деятельности, какой у него есть выбор. У него есть выбор. Встать на позицию ученика и, к примеру, стараться учиться в этой новой деятельности, зарабатывать ту же самую сумму или даже больше. Второй вариант. Можно упасть в отчаяние, попасть в отчаяние и ничего не делать. Но помнить и вспоминать те времена, когда этому человеку что-то удавалось сделать выдающееся. Обычно эти люди, которые впали в некое отчаяние и зависли на памяти о прошлых хороших результатах. Вы этих людей очень часто можете встречать. Ну, допустим, я недавно видел такой случай, когда один мужчина мне рассказывал, мужчина, который, ну, скажем так, явно не тянет на человека, у которого есть в данный момент времени, в его жизни есть три автомобиля. И знаете, что он мне рассказывает? А он мне рассказывает так, друзья. Паутина прицепилась ко мне. А мне говорит, я помню, когда у меня было три автомобиля, я сначала ездил на одном, потом на втором, потом на третьем, потом опять на втором, потом потом опять на первом. Так как я этого человека знаю, я понимаю, что у него, да, действительно был период в жизни, когда у него было три автомобиля. Но сейчас этот человек не выглядит так, как если бы у него было три автомобиля. Но ему очень приятно вспоминать о тех временах, когда у него было три автомобиля. То есть хороший уровень достатка, хорошие результаты. и этому человеку он сделал определенный выбор. Он сделал выбор в сторону того, чтобы вместо того, чтобы предпринимать в сегодняшней действительности какие-то действия, которые будут улучшать его благосостояния в здесь и сейчас, он погружается в приятные, а они действительно приятные, воспоминания о том, как у него уже хорошо было. И, соответственно, он эти истории рассказывает всем подряд и повторяет эти истории самому себе. И это помогает ему оставаться в некой иллюзии успешности. Такое у девушек тоже периодически бывает. Знаете, бывает, когда девушка, ну вот, вся цветет, девушка, женщина, и для нее найти себе кавалера, на вечер, на свидание или еще куда-то, не заставляет никакого труда. Да, там, пальцем помани и будет человек. Но, когда этот классный эффект запоминается, а потом человек спустя долгое время ничего не делает для того, чтобы хорошо выглядеть, для того, чтобы хорошо общаться, для того, чтобы разные вещи можно делать, для того, чтобы привлекать интересных мужчин в свою жизнь, И человек может долго жить в воспоминаниях о хороших временах, когда у него было все хорошо, и когда у него были вот такие вот результаты. И это очень мешает получать результаты в дне сегодняшнем. К чему я это все? Я это все к тому, мои хорошие, что чтобы получать результаты в сегодняшнем дне нам очень важно отключиться или отключаться от тех результатов, которые у нас были в прошлом. Я знаю, что эта мысль достаточно непростая для понимания многих людей, и я знаю, что многие люди могут со мной не согласиться. Но обратите внимание, если у вас что-то возникает такое, где вы с моими словами не согласны, то, скорее всего, вы где-то вот уже застряли в предыдущих воспоминаниях. И это сигнал о том, что нужно поработать над собой в том плане, чтобы больше стараться быть в реальности здесь и сейчас, отдавать себе отчет, что я сейчас могу. Не то, что я мог, не то, что я умел, а что я сейчас могу сделать. Если это связано с деньгами, то про деньги. О, типа, если я раньше зарабатывал 10 тысяч долларов, то сегодня на работу за 500 долларов я не готов согласиться. Вот это вас погубит, если у вас есть такие мысли. Или если раньше, не знаю, у меня была очередь из мужчин, а сегодня я не пойду там в кино с человеком, который мне, не знаю, не кажется достаточно сильным или недостаточно умным, то продолжайте сидеть, как говорится, на месте. Вот так, мои хорошие, жду в ваших комментариях под этим видео. Расскажите, пожалуйста, как вам формат прогулки с Юрием Пузыревским. Пишите темы, которые бы вы хотели обсудить в формате прогулок. Я понимаю, что в формате прогулок видео будут несколько, ну, скажем так, может быть, хаотичными и сумбурными, но, тем не менее, хочется протестировать этот формат и хочется почаще с вами гулять. Редактор субтитров